Микс Ньюс. Добрый день, уважаемый радиослушный. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в гостях хорошо нам известный человек, капитан Акула, депутат Сейма Янис Адамсон. И я по поводу капитана Акула не случайно вспомнил, поскольку сейчас как раз дебаты идут в Турлижеской Думе. Уже который час кандидат в мэры Дайнис Туллойс, тоже, по-моему, из вашего офицерского клуба. Да, добрый день. Я глубоко убежден, что господина Туллойса утвердят, на должность мэра Риги. И это хорошо. При нынешних условиях, при нынешней ситуации, это самый лучший вариант. Будем надеяться, хоть ксенофобии, антирусские выступления, они снизятся, накал будет снят. Сейчас уже нельзя будет кричать на всех углах. Давайте освободим Ригу. Рига для латышей. Тут яркий пример. Латыш. Еще один вице-мэр. Тоже будет из военных, между прочим. Да. Тут опять же... Из вашего клуба. Опять же проблема. Поэтому... Вообще все это печально, вся эта атмосфера. Понимаете, то, что касается Рижской думы, у нас все замешивается в один котелок. Почему-то расследования, которые проводятся правоохранителями, и политические составляющие, они перемешаны. Ты уже не поймешь, в том, чего, где, как, да? Пусть правоохранители занимаются своим делом, и, насколько я знаю, то господин Турлайс обещал, что окажет всяческое содействие, чтобы устранить недостатки, и чтобы расследовать. Он, кстати, может. И все это замечательно. Но когда политику замешивают вместе, все до одной кучи, плюс ко всему это, ну, не побоюсь этого слова, страшная ксенофобия, которая везде звучит, хоть в парламенте, хоть в Рижской думе, то это очень печально. Это действительно печально. Но я уверен, что бывший командующий вооруженными силами Латвии, бывший министр внутренних дел, бывший начальник оперативного отдела 40-й армии Афганистана, что он достойный кандидат на должность мэра, пусть поищите еще такого-то человека с такой богатой историей. С такой биографией, да, это точно. И таких людей у нас, наших партий, вполне достаточно. То есть, он даже не единственный. Он, да, слава богу, он не единственный. У нас много офицеров и людей, которые имеют богатый жизненный опыт. И поэтому и наша фракция в парламенте является самой сильной. И нас и опасаются, и поэтому и ненавидят. Потому что на нормальное предложение зачастую нечего ответить. Единственное, это предложение Кремля. Хотя, на самом деле, представители Кремля у нас в основном национально озабочены, если смотреть не виртуально, а на конкретные дела. Да, то конкретные дела как раз направлены на проведение жизни политикой России. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но у нас есть свой интерес, который мы обязаны защищать. То же самое, что, ну, допустим, Россия начали борьбу по поводу возврата инвестиций, возврата их назад в Россию, и применение этих инвестиций в экономику России. Что сделали наши национально озабоченные товарищи? Они тут же сократили программу вида на жительство. Чтобы деньги вернулись в Россию. И полтора миллиарда, которые мы получили, как инвестиции в нашу экономику, ну, больше не будем получать. Все, практически это пройденный этап. У нас была прекрасная система банковская, то, что касается нерезидентов. Закончилось. 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 Ну, естественно, потому что из Латвии ушло, из нашей банковской системы, 9,1 миллиард евриков. Ну, и когда мне говорят... Как не похвалить? И когда мне говорят, а вы знаете, они не играют никакой роли для нашей экономики, ну, не значит, что тогда играет для нашей экономики. Если 9 миллиардов, да. У нас был единственный банк, который занимался нормальной законной деятельностью. Ведь ни одного обвинения о том, что АБЛВ занимался незаконной деятельностью, на сегодняшний день нет. Ни Финком, ни американцы не смогли представить, ни европейский центральный банк. А, уже пошел на ликвидацию. А все? Нет, сейчас мы сегодня во втором чтении рассмотрели законопроект, который предусматривает, в конечном итоге, смену руководства ФУКТУК по одной причине. Потому что ФУКТУК в прошлом году не пошел на поводу у политиков и разрешил систему самоликвидации. А политики-то уже прикинули, что 400 лимонов, возможно, может, будет распилить, а он на ликвидацию не пошел. Пошел на самоликвидацию. Это же как и потеря у ребят-то. Надо же отомстить. Ну, поэтому и планируется смена руководства ФУКТУК. Может быть, я ошибаюсь, может, нет этих подводных камней, но я их, на мой взгляд, вижу вполне отчетливо. Я задам такой наивный вопрос, а насколько это вообще в соответствии с Конституцией? Потому что, насколько я понимаю, председатель ФУКТУКа и его зам, это люди, которые получили мандат Сейма, и их полномочия заканчиваются аж в 2022 году. А теперь им говорят, что в октябре мы вас выбрасываем. Естественно. Тут уже речь идет о том, что временный совет там, временная руководство будет назначена, пока вот эти будут отстранены и так далее. Ну, насколько законно? Незаконно. Есть решение Конституционного суда, которое предусматривает то, что нельзя снимать с должности путем изменения законов. И есть, опять, статей, то есть, последовательность. Последовательность, да. Преемственность, да. Преемственность. И никак нельзя. Конечно, они подадут. А если очень хочется? Ну, очень, ну как, у нас отдельные партии, наши консерваторы так называемые, хотя консерваторы означают стабильность и приверженец старым традициям. А где тут старые традиции? А тут у нас они выходят, приходят политики и кричат, давайте всех снимем. Единственный лозунг. До этого был лозунг, давайте снимем Нила. Вот я сейчас не знаю, о чем они будут говорить, даже на заседаниях парламента. Вот Нила не будет, Амерекса не будет. Кого будут снимать? Турлайса за что? Тоже вопрос. А так у них программа снять генерального прокурора. Вообще идиотизм, ну ладно. Министр юстиции пишет письма 65 послам, как у нас плохо борьба с коррупцией. И какая у нас плохая судебная система. Министр юстиции. Жалуется на свою судебную систему. Говоря о бескомпромиссном законности. Бескомпромиссной законности, да. Министр, я задавал такой иные вопросы. Говорю, ребят, вы тут с помпой подписали меморандум между МВД и Министерством юстиции. А у нас что, законом нет? Который предусматривает обмен информацией, сотрудничество. Это все предусмотрено законом. Что это за меморандум? Никто не может ответить. Министр внутренних дел может закрыть Дегловский мост. Он оказывается строитель. Он лучше, чем любой другой понимает строительство и в несущих конструкциях. Но, слава богу, здравый смысл победил. Ну, разрешили проезд. Можно перечислять или вот бескомпромиссная законность. Вчера у нас избрали нового президента. Вот об этом мы еще во второй части поговорим. Обязательно о новом президенте. Хочу зацепиться за ваши слова по поводу генерального прокурора. Но это что-то вообще немыслимое. Насколько я понимаю, в законе четко прописана процедура вообще запуска процесса проверки генерального прокурора. Проверки даже еще не снятия. Вы знаете, я вообще-то по жизни критичен. Даже если я достигаю какой-то цели, пять минут в часе, потом я критически оцениваю то, что я сделал и что можно было сделать лучше. Также здесь я достаточно критичен к нашей судебной системе, к работе генпрокуратуры. Я не совсем согласен. Я, может быть, делал бы иначе, но мы должны все играть в рамках закона. Я от этого могу сказать, я могу сказать, вы знаете, вот здесь, на мой взгляд, надо было поступить так. Оппонент мой, там, прокурор или судья скажет, нет, вы знаете, вы не правы, по закону вот так. Я скажу, извините, да, здесь о какой-то законности вообще речи нет. Представитель исполнительной власти, министр, пишет письмо правительству, причем секретное, и что надо снять, отстранить от должности генпрокурора. Притом по закону ни Минюст, ни правительство, к этому не имеет никакого отношения. Ребята, а вы-то какое отношение к этому имеете? Чтобы необходимо, чтобы начать процедуру отставки, необходимо предъявить конкретные обвинения, конкретные нарушения закона. Ну, при всей моей критичности, я не могу назвать ни одной причины, ни одного нарушения закона со стороны генерального прокурора, чтобы он нарушил. А Бондон сможет, он сказал, что он плохо отнесся к Юрошу, к его однопартийцу, да, и вообще не соблюдает рекомендации вот этого... Слушайте, Абик, у нас вообще не парламент, а анекдот. Парламентский секретарь Министерства юстиции, человек, который подозревается в совершении тяжких преступлений. Парламентский секретарь Минфина, человек, который подозревается... В мошенничестве. В мошенничестве. Председатель комиссии по бюджету, человек, который слегка задолжал пару лимончиков, и я не знаю, как там закончилось уголовное дело по поводу подделки документов, которое тоже имело быть место. А председатель комиссии по правам человека у нас кто? У нас... Извините. Человек, который тоже подозревается в совершении тяжких преступлений. И самое интересное, опять же, хочешь не хочешь, возвращается к вчерашним выборам. Ведь все выборы были настроены на то, чтобы этих людей не выдали уголовному преследованию, чтобы они успели проголосовать. Ну, это, как вы говорили, коснемся чуть попозже. О каком правовом государстве и бескомпромиссности мы можем вести речь? Если председатель комиссии по внутренним делам и обороне заявляет, что... А вы знаете, а зачем вам финансирование для аналитических служб? Аналитические службы вообще не нужны. Любой оперативный работник с этим справится. Я думал, человек шутит. Да ладно. Оказывается, на полном серьезе. Когда я ему задаю вопрос, я говорю, а вы знаете, чем разница? Чем отличается патрульный от следователя, от оперативного работника? В чем их различие? Что и аналитик, и все перечисленные представители разных профессий, это совершенно иной подход. И не каждый патрульный может быть аналитиком, опером и с точностью наоборот. У каждого есть своя специфика. Нет, я сам. Я говорю, ну, что же я могу сказать? Вот это понимание, да, точнее, абсолютное непонимание. Надо снять, кто у них там в списке. Не только генеральный прокурор, это начальник КНАБа. Председатель Верховного Суда немного не может. Совершенно верно. Начальник Госполиции. Начальник Госполиции, начальник экономической, начальник уголовной полиции. Ну, как, министр у нас приходит, и первое, что он заявляет, так, я тут всех предупредил, я всех сниму. Ну, это, видимо, улучшает работу и климат в коллективе. Не знаю. Я всегда любил работать с фактурой. У нас, кстати, Майзит тоже в список попал. А, да. Так что нельзя господина Майзит обходить. А, он тоже в чёрной списке попал? Конечно, конечно, конечно. И, ладно, не вопрос. Можно-то снять всех. Вопрос, а кого на место? У нас катастрофическая нехватка. А, может быть, у богданца есть люди в запасе? Мы даже знаем, кто из них. Боже упасит. От тех людей, которые у него есть в запасе. Да. Потому что иногда заседание парламента и отдельные выступления так называемых представителей нашей коалиции у нас мне напоминает это гражданскую войну, когда были тройки или единолично комиссары там принимали решение. Революционное самосознание, да, руководство. Да, революционно убеждённость. Какие доказательства? Нафига доказательства? Вы что? Нам всё понятно. Он враг трудового народа и окстенки. К сожалению, я вроде может быть чуть-чуть преувеличиваю, но по своей сути да. Этим ребятам не нужна доказательная база. А приори понятно, кто виновен. Вот так, да? Да. Ну, абсолютно. Вот предваряем. Они друг друга тоже обвиняют, только почему-то находятся в одной коалиции. Я не знаю, как они там вместе живут, потому что впечатление такое, что они друг друга ненавидят намного больше, чем представители оппозиции. То есть, да? Видимо, внутри тоже что-то у них не очень, да? Да. Но вот как, что их сдерживает, наверное, это боязнь потерять тёплые места, но не знаю. Я так понимаю, что одна из правящих фракций уже, в принципе, начала делиться почкованием, да? Я имею в виду КПВ и ЛВ. Ну, есть у виду господин Закатистов и господин Каминч, возможно, там ситуация изменится, но это их проблема. Да, я ничего плохого не могу сказать по поводу Дидис Шмидтса. На мой взгляд, он был хороший, хороший кандидат. И вы, кстати, за него голосовали. По поводу госпожи Лепень, я тоже ничего плохого не могу сказать. Многие могли бы поучиться, как руководить заседанием комиссии. У неё, да? У неё, да. Янис Адамсов, у нас в студии, во второй части будем говорить на такую топовую тему выбора президента, которые вчера как раз состоялись. Не переключайтесь. Ещё раз добрый день, янис Адамсов, у нас в студии, депутат Сейма. Мы вот так в перерыве тоже дискутировали, что был обзор деятельности вот недавно в СМИ Вейниса, уже уходящего президента. Всё познаётся в сравнении. Может быть, мы ещё вспомним господина Вейниса добрым словом. Но вот что касается самого процесса выборов, потом, если успеем, поговорим и о фигуре президента. Но вот процесс выборов, насколько я понимаю, был не совсем законный, судя по вчерашним дебатам. Это я так дипломатически говорю. В принципе, на наш взгляд, на взгляд нашей фракции выборы президента по форме были антиконституционными. Если по форме. Дело в том, что было собрано 34 подписи депутатов о том, что выборы президента должны состояться 5 июня. Президиум, подавляющее большинство, единственное, кто возражал, это был господин Клементьев, наш представитель президиума, вообще не рассматривал этот вопрос, хотя президиум незамедлительно обязан собраться. Если есть 34 депутатских подписи. Да. И в соответствии с Конституцией, регламентом работы парламента обязаны созвать именно 5-го числа. не какого-либо другого часа. По каким, ну, очевидно, хотели, потому что там под вопросом выдачи отдельных депутатов к уголовному преследованию, очевидно, боялись, что если этих ребят сдадут, то отдельные, другие представители могут не проголосовать. Там уже у нас какие-то только слухи не ходили, что есть вот там эти ребята проголосуют правильно, то их не сдадут, сдадут. Могу их успокоить. Вчера наши коллеги тоже высыпали, говорили, ребят, не беспокойтесь, вам обещали. Ничего, вас все равно сдадут, отдадут и правильно сделают. Дальше, вот, если проголосует там фракция за того, кого надо, то это означает, что им можно применить амнистию. И вот им сидеть не придется. Понимаете, Абек, это настолько противно, что в таких условиях необходимо выбирать нового государства и, к сожалению, все эти вещи будут сопровождать господина Левиц в сети в следующие четыре года. Мы в среду будем обсуждать на заседании фракции вопрос по поводу подачи иска в консервный суд, где, в принципе, мы не будем оспаривать результат, я не вижу смысла его оспаривать, но вот по форме сама процедура проведена абсолютно криво и неправильно. Хотя и так было понятно, что, скорее всего, избирали. Я думаю, что у них не было секрет, так же, как в свое время в Айровите Фрейберга прошла президент, многие считают, что это было случайно, нет, это была многоходовая комбинация, да, и здесь... А многие думают, что вот буквально случайно, да. Да, Юрс Бойарс взял, привел, но это внешне так выглядело, подготовительный процесс был достаточно долг, да, и, он уничал с успехом, но здесь даже не в этом дело, вопрос немножко в другом, какая мы банановая республика, банановые государства, что мы не можем найти человека, который вырос здесь, и становится премьер-министром, я ничего не имею против честь по-человечески, ни против господина Карлинча, ни господина Левица, но ребята здесь ни разу не жили, ситуацию не знают, и сейчас они будут отвечать, занимают высшие должностные лица, высшие должностные должности государственные, а они понятия не имеют, как тот народ, за который они вроде как высыпают, а как они здесь живут, заявляют о проведении различных реформ, а суть этих реформ для них очень далека, они не понимают, о чем идет речь, но что они прекрасно понимают, забугорные ребят сказали, исполнить, исполнить, мы проведем реформу и революцию в финансовом секторе, ну провели, капитальный ремонт, капитальный ремонт, а вообще-то капитальный ремонт там нужен или косметический, или вообще-то нужно немножко другое, чтобы принятые законы исполнялись, исполнялись преимущество исполнительной властью, об этом никто не хочет говорить, ну а что будет, если АБЛВ выиграет суд у Финкома, что будет, если выиграет суд у Европейского Центрального банка, кто будет отвечать Латвии? Это хороший вопрос, а почему так вот правящая коалиция вцепилась господина Левица, притом самое интересное, что его поддержали даже те, кто провозгласили себя либералами, я имею в виду для развития ЗА, АТС, ИБПА, где их взгляды вообще априори никак не могут совпадать с взглядами национального консерватора господина Левица. Здесь имела место обработка депутатов, членов партии, отдельных людей, я же говорю, это была многоходовая операция, и она началась достаточно давно, и обработки подлежали, или первобеждения подлежали, тех, кто был не согласен. И успешно их переубедили. Да, какие аргументы использовались, я не могу сказать, я рядом не находился, но да, аргументации вполне хватало. Какой будет президент Левиц, мне трудно сказать. Но он сказал, что он будет президентом всех латвийц. По крайней мере, вот наш кандидат президента, которого тут же намочили в рамках этой же операции, да, потому что господин Спродис был очень серьезным претендентом на должность президента. Поэтому сразу из него сделали, я извиняюсь, отбивную. И да, довели до того, что, не буду говорить до чего, но он был вынужден отозвать. потому что в течение нескольких лет масс-медиа, латвические масс-медиа... Не лет, а в течение нескольких дней, наверное, да? Да, в течение нескольких дней, две недели где-то длилось эти наезды, и человек просто не выдержал, точнее, не выдержал его семья. Снимаю шляпу перед ним, но, к сожалению, вот такая ситуация. И это тоже в рамках того, что нужно было пропихнуть нужного человека. Самое удивительное, что господин Левиц подвергся определенной критике со стороны, и на улице там стояли люди с плакатами, мягко говоря, нетолерантными. Увы. Но здесь даже не вопрос по поводу даже многоходовой комбинации, которая была осуществлена, а вопрос немножко о другом. Почему? Ну, то же самое, что Банановая Республика на уровне Украины, где тоже всяких варягов приглашают, потом их изгоняют, как-то на заседании комиссии я задал вопрос, у нас всякие представители, которые считают себя гуру по иностранным делам, господин Калминч, Атис Лейнч, да, я говорю, это было несколько лет назад, когда начался конфликт между Саакашвили и Порошенко, я говорю, господа, объясните мне элементарную вещь, вот он, был конфликт грузинский, российский, мы поддерживали Саакашвили, Саакашвили приехал к Порошенко, мы их отбили, вы их, точнее, не мы, они, вы поддерживали и Порошенко и Саакашвили, а теперь что? Я говорю, а сейчас что делать? На чью сторону, кого поддерживать, Саакашвили или Порошенко? А сейчас вообще круговорот, понимаете, Порошенко плохой, Саакашвили вроде хороший. Теперь хорошая, Савченко была хорошая, а теперь плохая, кстати, ее выпустят или нет? Нет, но Савченко опять будет хорошая. А, да, теперь да, главное не ошибиться. Она была хорошая, плохая, опять хорошая. То есть, надо записывать, я считаю, чтобы не ошибиться. Сегодня коллегам депутатов я подкалывал, я говорю, слушайте, тут пару месяцев назад мы приняли резолюции, кричали, какие россияне нехорошие люди, мы захватили там моряков в Керченском проливе и так далее. Я говорю, хотя вообще-то единственным специалистом по международному морскому праву вроде как я ощущаю. Я говорю, ну ладно, вас не интересовала моя точка зрения. Я говорю, а что делать сейчас? Еще при живом президенте господином Порошенко против него несколько месяцев назад против него было возбуждено уголовное дело за употребление служебным положением, провоцирование России и объявление корыстных целях, как так там звучало, военного положения. Я говорю, и я глубоко убежден, что это уголовное дело будет доведено до логического конца. А где мы? Я говорю, вы-то все начали и побежали, давайте осуждать. Я говорю, а если его осудят по данной статье, что тогда будем делать, будем писать резолюции, извините, Россия, просите нас, дураков. Я говорю, так никому это не интересно. И самое главное, что действительно меня бесит, ладно, мы можем как и политики, как и любой человек можем ошибаться, принимать не совсем верные решения, но, ребят, давайте принимать решения самостоятельно, а не по указке, когда где-то там за бугром или в Брусселе кто-то проснулся, почесался и говорит, так, сегодня надо принять какую-то резолюцию. Ребят, ну-ка, фас. И мы как шавки начинаем лавить, наш депутат точнее, начинает лавить и клеймить позором, не учитывая ни ситуации, не понимая, о чем говорят. И таких примеров можно назвать очень много. Если мы говорим о прогнозах, хотя прогнозировать здесь, наверное, очень сложно, но все-таки, вот что касается намерения господина Борденца, к примеру, снять или зачистить генерального прокурора, ему удастся? Потому что я так понимаю, что сейчас эти дискуссии хотят перекинуть на Сейм, если правящая коалиция даст указание своим депутатам начать дискуссию против Каун Мерса, может и удастся? Нет. Там вопрос о следующем. То, что могут собрать 34 подписи, чтобы инициировать этот вопрос, в принципе, это достаточно реально, хотя будем посмотреть. Наша фракция не поддерживала, мы выступаем за реальную законность незадуманную, в нашем распоряжении нет ни одного доказательства, что генеральный прокурор каким-либо образом нарушил бы закон. таких данных нет. Могут быть ситуации, как и в любой организации, что отдельные представители прокуратуры где-то что-то недоработали, что-то недоделали, это вполне нормально, это рабочие моменты. А чтобы кто-то, генеральный прокурор осмысленно нарушил закон, в нашем распоряжении нет. Поэтому мы не видим никакого обоснования, почему мы должны высыпать за снятие, за инициацию и инициировать снятие генерального прокурора. Учитывая то, что у нас возможны ну как где-то 6-8 человек, это под подозрением которых мы должны сдать, одного уже сдали в уголовном преследовании, тут на медиан должны еще парочку выдать, там еще у нас есть товарищи, которые тоже в ожидании, ну конечно они наверное надеются, что если инициировать этот процесс, то против них может быть и прекратят уголовные дела, спекуляций здесь очень много, но законного основания обоснования отставки генпрокурора, законного обоснования отставки председателя Верховного суда нет, тем более нет закона обоснования снятия с должности начальника КНАБа, начальника госполиции, хотя как наша фракция и партия как потерпевшие, где там отдельно наши представители привлечены к уголовной ответственности, конечно мы должны вроде как кричать ату его, но мы этого не делаем, потому что надеемся, что наша правоохранительная система, наши суды способны разобраться в данной ситуации, у нас ведь нередко были ситуации, когда проводились обыски в Режской Думе, а потом тихо, мирно эти уголовные дела, в то время, когда Юрош и Ютастрит еще там активно работали, эти уголовные дела втихую закрывались и потом говорили, ребята, у нас нет доказательной базы, мы эти уголовные дела прекращаем из-за отсутствия, но главное вы публично об этом не говорите. Да, то же самое, что была длительная прослушка в гостиницах, потом выяснилось, ну, мужики трепались, может быть, выпивали, закусывали, да, но это же не основание для уголовного процесса. Там то, что касается этой прослушки и реализации, это если кто-то и виноват, то только именно следователи, опера, которые не были способны отделить истину от выдуманного, но там фигурирует, что какой-то человек говорит, вот я завтра понесу взятку, вот отнесу тому, нарочно, ненарочно, ребята, вы это слушаете? А что же вы не предотвратили? А что же вы не взяли с поличным-то? Да? А потом кричат, там была попытка или дача взятки? А где доказательств? Я могу говорить все, что угодно, да? Что я на Макс полечу, да? Ну, 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 давайте фактуру, да? А если нет фактуры, то все это основное бла-бла-бла, и у нас, к сожалению, в парламенте все последнее время, точнее, последние полгода, кроме бла-бла, ничего нет. Если кто-то из наших депутатов высыпает по поводу конкретных предложений, и когда заканчиваются аргументы, и, а вот в Рыжской думе нам не давали там выступать, там высыпают, там представители СЗК, говорят, все, это нормально, а вот вы в правительстве, там все довели до ручек, несмотря на то, что две фракции, которые работают сейчас, правительство, работали под руководством Кучинского, ну, казалось бы, да. Вообще-то, к сожалению, дурдом у нас закрыли, цирк закрыли, остался зоопарк, и это все, наверное, сейчас пытаются объединить в нашем парламенте. По крайней мере, в ближайшем будущем скучно нам не будет. Я предлагаю всем нашу ситуацию воспринимать через призму юмора и думать, за кого голосуем. Да, ну что ж, по крайней мере, какая-то пауза перед очередными выборами у нас будет, так что есть возможность подумать, я не с Адамса у нас был в студии, и большое спасибо.